так у нас пояснение дается к молитве по разным темам вам слышно всем мы сейчас рассуждаем о покаянии продолжаем кавычки открыты а то что пользы что польза если без чувств со скукой или рассеянностью будем стоять на службах досадуя что долго тянутся время свободно а служб будем проводить в полусне и бездействие затем холодно проговорим на духу грешен про грехи о которых спросят не имея помышления о том что главной нашей целью должно быть совершенное исправление жизни что польза от этого это значило был исполнить обычай говения а не говедь во спасение феофан затворник кавычки открыты от того окончательно гибнут христиане вечной смертью что во время земной жизни занимается одним нарушением обетов крещения от того что не удостаивает ни малейшим вниманием слова божия возвещающие им о покаянии покаяние покаяние должно сопутствовать вере во христа предшествовать крещению во христа а после крещения она исправляет нарушение обязанности уверовавшего христа и крестившегося во христа воспоминания о смерти это дар божий говорят отцы страшно не признать себя грешником от не признающего себя грешником отрекается иисус ибо я пришел призвать не праведников говорит он но грешников к покаянию матфея 9 13 дело покаяния совершается посредством следующих трех добродетелей ощущение помыслов непрестанной молитвы и терпение встречающихся скорбей покаяние возможно только при точном хотя бы и простом знании православной веры христианской господь призывает человека к покаянию и спасению до последней минуты его жизни в эту последнюю минуту еще отверсты двери милосердия божия всякому стучащему в них только один из грехов самоубийство не подлежит вращиванию покаянием тщетны бесплодны часто вредны для души и самые возвышенные подвиги когда они не растворены чувством покаяния я усвоился богу святым крещением на таинстве крещения зиждется таинство покаяния покаянием возвращается усвоение богу только при посредстве покаяния можно принять евангелие усвоиться евангелию кавычки закрыты и гнати бренщининов кавычки открыты кто бежал из темницы тот не пожелает видеть ее в другой раз кто избавился из плена тот молится чтобы никогда не попадать в плен покаяние состоит в том чтобы не возвращаться к прежним грехам ефрем серен покаяние состоит в том чтобы уже не делать впредь того же а кто принимается за прежние дела худые тот по пословице бьет шерсть над огнем и черпает воду решетом я златоуст если избегший сквер мира через познание господа нашего иисуса христа опять запутываются в них и побеждаются ими то последний бывает для таковых хуже первого лучше бы им не познать пути правды нежели познавший возвратиться назад от преданной им святой заповеди но с ними случается по верной пословице пес возвращается на свою блевотину и вымытая свинья идет валяться в грязи 2 петра 2 20 многие после покаяния возвращаются к своим прежним беззаконим с такой надеждой согрешил и покаялся еще согрешу еще покаясь ибо говорится сколько раз пойдешь столько раз восстань и спасешься о ложная надежда о туманное упование основанное на твердом камне не на твердом камне но на песке не тебе не тебе возвращающимися к прежнему злодеянию добровольно и нарочито не тебе служит это речение сколько раз пойдешь столько раз восстань и спасешься но тем которая случайно впадает какой-либо грех а не по нарочитому изволению намерению тебе же нужно слышать громогласно церковного учителя святителя яна златоуста вопиющего так недостоин прощения тот кто по причащении снова согрешит недостоин здоровья тот кто по исцелению снова сам себе причиняет рану недостоин очищения тот кто по очищении снова скверняет себя дмитрий ростовский кто обращается от праведности ко греху господь уготовить того на меч серахва 26 26 кто приносит покаяние тот не только должен омывать грех свой слезами но покрывать прежние прегрешения лучшими делами чтобы ему не именился грех амброси медиаланский ты приносишь покаяние в блуде берегись смеха шуток сквернословия чревоугодия это пути к блуду приносишь покаяние в лукавстве избегая раздражительности ненависти зависти противоречий робости и всякой низости приносишь покаяние в том что поссорился приучи язык твой отвечать кротко приносишь покаяние в безрассудстве не только уклоняясь от зрелищ но и во всяком месте удаляя от себя смех и всякую мирскую забаву ибо подобное этому вещи принуждает возвращаться к прежнему если видишь кающегося и снова согрешающего значит он не изменился признак приносящего твердо покаяние это образ жизни собранный и суровый отсутствие превозношения а также очи и ум всегда устремленные к вожделенному иисусу христу с желанием по благодати христовой стать новым человеком эфрем сирин доказательством что они то есть грехи прощены нам служит то если из наших сердец истребленное расположение к ним и анкасьян и ныне еще говорит господь обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте и плаче и рыдание раздирайтесь сердца ваша не одежды ваши и обратитесь господу богу вашему ибо он благ и милосерд долго терпеливы многомилости посожалеет о бедстве я или 2 12 помышления свои открывай не всем но только тем которые могут спасти твою душу антони великий не открывай совести твоей тому кому не расположено сердце твое пимин великий ты стыдишься и краснеешь когда нужно сказать свои грехи священнику на исповеди стыдись лучше грешить чем исповедать и размысли если не будет принесена исповедь здесь то все будет исповедано там перед всей вселенной где больше мучения где больше стыда на деле мы отважные бесстыдны а когда должны исповедаться тогда стыдимся и медлим эфрем серен когда согрешишь не выжидай облечения другого но прежде чем будешь облечен обвинен сам осуждать свои поступки потому что если уже облечить тебя другой твоя исповедь будет не твоим делом но плодом стороннего облечения признание в грехах весьма способствует их исправлению отрицание греха после совершения его становится тягчайшим из грехов истинное исповедание в том чтобы отвергнуть грех от всей души избегать его никогда уже не возвращаться к нему если рейс священник получил власть отпускать грехи совершенные против бога то гораздо скорее он может отпустить и изглавить грехи совершенные против человека если бы кто из мирских судей предложил кому-нибудь из пойманных разбойников или грабители открыть свои преступления таким образом избавиться от наказания то они очень охотно приняли бы это презирая стыд ради своего спасения а здесь не бывает ничего такого но бога отпускает грехи и не заставляет высказывать их присутствии других но требует только одного чтобы сам получающий отпущение познал величие дара господь зная слабость нашей природы когда мы приткнувшись впадаем в какой-нибудь грех требует от нас только того чтобы мы не отчаивались но отстали от грехов и поспешили к исповеди если мы это сделаем он бог обещает нам скорое помилование ян златоуст не скрытящий на исповеди чтобы не остаться не исцеленным феодор студит если хочешь чтобы бог даровал тебе слезы сокрушения и бесстрастия непрестанно приводи себе на память свой гроб ефрем сирин во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь ефрем сирин во всех делах твоих помни оценках 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 тво